Сегодня межведомственная комиссия приняла долгожданную ледовую переправу Хатасы-Павловск. До этого жители заречных районов испытывали большие неудобства. Все подробности у Виталия Абрамова. Госкомиссия в составе заказчиков, подрядчиков и контролирующих органов официально приняла в эксплуатацию почти 24-километровую ледовую переправу между Хатасами и Павловском. Произведена работа по устройству четырех полос в обоих направлениях с наморозкой льда. Установлены дорожные знаки, шлагбаум и так далее. И сейчас в основном у нас идет отсыпка песка, сыпунов и барханов. Сейчас отсыпали весь участок на всем протяжении ПГС, шебенкой и бутовым камнем. Что касается безопасности, контролирующие органы, измерив толщину льда каждые 10 метров, разрешила пропуск транспорта массой пока до 3 тонн. В среднем толщина льда составила 40 сантиметров. Толщина льда, если взять не на это, где обустроена трасса, а вон там, там будет составлять 33 сантиметра. Это совсем маленькое, это до 3 тонн только. А как здесь вычищена была, она постояла и еще пролетована, то тут, конечно, выдержит. Таким образом, на сегодняшний день из 50 планируемых ледовых мостов на территории республики начали функционировать три. Просьба водителей не нарушать правила дорожного движения. Свыше трех тонн ориентировочно примерно будем открывать в начале декабря месяца. Помните, за пределами официально организованной переправы никто не может гарантировать вам безопасную толщину льда, отсутствие промоин, трещин или наледей. Не подвергайте свою жизнь и жизнь близких вам людей опасности. Виталий Абрамов, Юрий Филиппов, НВК Саха, Хатасы.